Настя, можно, да? Я не выключила телефон. Но это не может пока. Пожалуйста, все отключают, чтобы не смущать никого. Так. Вот перед нами сейчас будет выступать Анжей, да? Да. Видишь, все поляки так говорят по-русски. Что-то страшное. Да ужас. Бжижетский. И на самом деле это очень интересная для нас сейчас тема. Во-первых, роль церкви для Польши очень важна и центральная. Мы это знаем. Но что-то, наверное, все-таки меняется, потому что сегодня это не та Польша, которая была 25 лет назад. С другой стороны, нам это очень интересно, потому что и у нас, так сказать, входит в практику вот это политическое участие православной церкви. И хотелось бы, конечно, услышать, какой исторический опыт и социальный опыт в Польше. О нашем опыте мы будем говорить и думать, кстати говоря, и в будущем, потому что это все замечательно. Это не относится к этому выступлению, а может быть, к нашим будущим размышлениями. Может быть, я не имею права это говорить. Но мне кажется, что все-таки разговор о вере – это индивидуальный разговор. Это, мне кажется, вот про человека и что-то совершенно абсолютное. И каждый решает его сам по-своему, внутри собственной религии. Или он гностик, а гностик, или кто-то другой. И это личный выбор. А вот в рамках человеческих отношений, мне кажется, что мы должны говорить именно о человеческих отношениях, потому что сказано, что Кесарю Кесарева. И в рамках человеческих отношений там очень важно право. И я не очень люблю этого философа, замечательного русского писателя, который называется Николай Бердяев, который еще очень давно сказал, что Россия никак не разберется с Богом. И вот этот вот разговор, подменить дискуссию о праве на дискуссию божественную, да, Ир? Что-то в этом есть, мне кажется, опять уход в тот цикличный круг прошлого, из которого невозможно выбраться. А разговаривать о праве, о правовом государстве, о верховенстве права, о конституции. Ведь в конституции, кто-то сегодня говорил, как это важно. Но вот я знаю, например, что я меньшинство по многим параметрам. И всегда буду меньшинством. Мне даже кажется, что где бы я ни родилась, я все равно буду меньшинством. Так устроено. Это не плохо, не хорошо, а просто это вот и есть. Вот это и есть. Так вот, мне кажется, конституция и право – это чтобы такие, как я или другие меньшинства, не этнические и не культурные, а просто несколько иначе думающие, чем большинство, – чтобы мы имели право жить в этой стране, в нашей стране. Потому что я очень люблю эту фразу Андрея Платонова. Без меня, то есть без этого меньшинства, страна не полная. Я тоже страна. И поэтому нельзя извести, мне кажется, разговор о праве и институтах и заменить дискуссию о Боге, о религии. Потому что это всегда есть человеком. В этом он рождается, в этом он умирает. Он имеет право на традицию, на культуру. Главное – на язык. А вот внутри человеческих отношений он должен, мне кажется, устанавливать формальные институты, которые работают в рамках современного права. Извините и извиняюсь перед выступающим. Но про Польшу рассказ другой. Это я про себя рассказала. Спасибо большое. Аудитория такая большая, что я уже стесняюсь. Так что сразу прошу прощения за все совершенные мной ошибки. Во-первых, я хотел сказать большое спасибо организатурам за пригласение. Это большая часть. И иметь возможность выступать перед вами. И даже много моих друзей в Польшу. Завидует меня сейчас, что я пригласил на такое мероприятие. Ну и во-вторых, конечно, хочу поздравить вас с юбилеем 20-летия школы. Так что поздравляю. Вот. А действительные отношения между церковью. Я буду употреблять слово церковь вместо кастилу, потому что мне так удобнее. Ну, все по ним будем понимать, что это речь идет о католической церкви в Польше. Действительно, эти отношения очень сложные. Немножко уже сказал Adam Михник, но я как бы то подробнее расскажу о всех деталях. В послевоенный период и сейчас после 89-го года. Так что отношения полской церкви и вообще церкви к демократии, это очень сложная тема, поскольку церковь, по сути, это организация недемократическая. Просто там вертикал, так как представьте себе, что в Кремле сидит кто-то, так и в Ватыкане сидит римский папа, и там просто все ему подчинены. И кроме того, в отличие от русской православной церкви, полская церковь не самостоятельная, она как раз подчинена римскому папу. И эти два обстоятельства очень важные, надо иметь внимание на них. И если во время полской народной республики, то как бы действовало в ползу обстоятельства, тогда после 89-го года, это стало причиной нескольких бед. Чтобы хорошо оценить ненешние отношения церкви и демократии, все с кого государства в Польше, надо посмотреть на прошлое. И так давайте вернемся в 45-й год, в сам конец Второй мировой войны. Именно тогда, как мы все знаем, советская явлаз пришла в Польшу. В Адлице от СССР в Польше коммунисты никогда не имели сильной поддержки. Даже в довоенный период никогда не имели сильной поддержки, поскольку лозунг, чтобы отказаться от государства, от независимости, ради какого-то, коммунизма, интернационализма, был крайне непопулярным. И то, что в обремя Второй мировой войны, коммунисты ческовые подпольные не проживали никакой активности, в крайне миле до 40-го года. Ну, все эти сказки на счет советских партизанов в Польше, то большие степени сказки, советские сказки. Если кто-то барался, то была полская армия создана еще полским подпольем. Надо здесь сказать, что большинство полских коммунистов Сталин уничтожил еще до войны. И те, кто остались, это не были очень известные персонажи. Кстати, то, что не было у коммунистов, таких то, национальных, известных лидеров. Они были у, не знаю, у социал-демократов, у правых, но у коммунистов в Польше не было известных лидеров. Или были там в 1937 году расстреляли, или после 1941 года, когда Сталин вошел в Польшу. Ну, и когда в 44-м, 45-м они появились в границах Польши, прекрасно понимали, что поддержки у них нет. Конечно, палияки радовались тогда, что Немцы ушли, но очень боялись того, что принесла красная армия. Где изфицирована то не была свобода. Сталин и полские коммунисты принимали тогда решение, что впервые у них надо уничтожить подполье. Потом политическую опозицию. Ну, и для этих целей надо было получать, хотя бы минимальную поддержку общества. Коммунисты тогда пытались привлечь крестян, проводясь земельную реформу. Это было в опрыке программы koleктивизма, и коммунисты считали это только временным. Ну, они такую реформу провели. И тоже пытались привлечь интеллектуалов и католики скую церковь. Это может быть странным. Действительно наши коммунистические политики принимали даже участие в каких-то католических мероприятиях. Здесь мы можем увидеть Болеслава Берута, он был как наш сын, потому что был полский Сталин тогда, а в Сорогове... Ой, извините. Это он. И он тоже здесь с радом, как вы видите, во время службы, какого-то церемонии. И это Сорогове гадали. Мне кажется, что в других странах, соцлагера, это было невозможно просто, что человек первое лицо в стране, коммунистическое лицо в стране, как бы абсиало с представителями церкви. Ну, коммунисты просто знали, что у полской церкви большая поддержка и из нее необходимо читать. Ну, то, что как в случае коллективизации, они просто думали, что это временно. На несколько лет. И даже в Сорогов-Пятым году церковь получила разрешение, чтобы издавать католических еженедельник, в «Тиходних повсехных». Водя то первая волоса этого журнала. В среде редакторов этого журнала и авторов были те, кто иска у какого-то взаимопонимания марксизма и христианства на кануне эгалитаризма. Коммунисты расцветывали, что такие идеи помогут змиакчить позицию католиков. По, что мы увидим, как они ошиблись. Ну, одновременно коммунисты пытались создать собственные структуры католиков. Можно сказать, таких государственных католиков. У этих структур не было поддержки общества и то, что не было поддержки церкви. Но были деньги от государства и была возможность пищать в больших тиразах католических книг. И по тому церковь их не отрицала и они тоже явились какой-то степени посредниками между церквей и властей. Как я говорила, это все было расчетно временно. И когда только НКВД, политические войска и политические спецслужбы уничтожили подполье и как только в 47 году на сквозь сфальсифицированные выборы коммунисты уничтожили политическую опозицию, они взяли за кастолы. Это было так называемая техника салами. Вы наверно знаете это выражение, что по кусочку надо дрызать наших варагов или там противников. Так что в начале было подполье, потом была политическая опозиция и время пришло на кастол, на церковь. Вот. И это был самый такой яркий или самый такой ужасный период польсково-сталинизма, где-то с 48, 49, до 53-го года. Через несколько лет этого периода у церкви отобрали час недвижимости и начали с процесса самых непокорных представителей церкви. Их обвиняли, даже епископов и обыкновенных ксендзи, обвиняли в шпинарже, в работе на Американцев и так далее. В 50-м году церковь была вынуждена подписа такое согласение с государством, согласно которому кастол де факто в многих областях подчинялся к государству. Начальство римсково-папи оставляяя только для областей веры. До сих пор идут в Польшу, ссоры, надо было принимать это согласение или нет, но кажется, что выхода не было. Для полской церкви премас кадры, Стефан Вышињский, пытался этим способом, через это согласение, засисиатто, что у церкви еще осталось. Но и это для коммунистов было слишком много. В 53-м году, после смерти Сталина, Тегодник Повсечный, это журнал, о котором я говорю, отказался от 50 лесной статьи про Сталина и в лес просто закрыл эту газету. Ну, так что редакторы этого ежедневника тогда, конечно, они искали какого-то диалога с марксизмом, но это еще не значило 50 лесных статьей про Сталина. А несколько месяцев позже в лес решила даже арестовать самую главу кастея кардинала Степана Вашинского. И это был такой самый страшный период полсково-сталинизма. Все изменилось после доклада Хрущева в 1956 году. В ПКПП приемоседство получили тогда сторонники liberalизма. То, что тогда из Тюрмы вышел Владислав Гомулка, очень известный политик, комунист, которому во время сталинизма считали националистам и посадили в Тюрму, и практически неизвестно, зачем не убили, потому что в других странах просто убивали, там в Венгрии или в Сехии, а в Польше как бы то, может быть, что полские коммунисты были более гуманитарные и просто его не убили, но посадили в Тюрму. Ну, благодаря этой Тюрме он стал очень популярен. Это был такой наш, полский Гомулка, которого они любили в Москве. Так что Гомулка, тогда Гомулку поддержали не только партийцы, но и антикоммунисты. Это может звучать парадоксально, но он явился таким ярким патриотом, по крайней мере. И партия решила из Бадзево на должность первого секретаря ЦК. Гомулка в 1956 году. Ну, и действительно, это правда, что Хрущев не был рад Гомулке. Он даже приехал, прилетел в Варшаву в октябре 1956 года, а советские войска двинулись в направлении на Варшаву. Ну, Хрущев панял, очень быстро панял после разговора с Гомулкой, что барокса против него нет смысла, что у него есть поддержка полского общества и это будет какая-то война. А в то время были большие проблемы в Будапеште. И можно даже сказать, что Будапешт как бы, ну, по-жерстовывал себе. И Полша как бы на этом, это была какая-то поза для Полши, потому что танки в еды, ну, тогда в Будапешт, а не в Варшаву. Ну, и то, что Гомулка, он прекрасно понимал, чтобы получить контроль над страной, и ему надо договориться с католиками и освободить в Вишнисково, этого кардинала, которого в 53 году арыштовали. Примас Вишнинский, как политзаключенный, стал тогда тоже национальным героем. Его популярность тогда достигла пика. Кроме освобождения Вишнисково Гомулка тогда вернул тыгодник повсечный, интеллектуалам католикам, и раз решил пятый из них балотироваться в парламент. Политические это не имело значения. Но все приняли это как символ оттепили, готовности коммунистов к диалогу. Более того, Гомулка отправил в Советский Союз советских соратников полской армии, которые явились символом зависимости. Был такой известный маршал Рокоссовский. Он тогда уехал из Польши. Для Палиаков тогда это была большая перемена. Они доверяли Гомулке и доверяли Вишнинскому. Опять может звучать парадоксально. Они доверяли католическому главе полской церкви и доверяли первому секретарию ЦК. Так это было. И даже тот факт, что они одновременно сидели в тюрьме во время сталинизма, еще будто соединял. Так что в стране были два национальные героя и два как бы национальные деятели. Однако, с точки зрения Гомулки, все это были тактические уступки. Он остался коммунистом, таким, каким он был в 1945 году, когда сказал, что раз захваченой власти, не отдадим никогда. И со временем Гомулка из надежды партийных либералов и национального лидера превратился в догматическому коммунисту. Власть опять бросила вызов церкви. Но в этот раз проиграла. Это было на кануне тысячелетия полского государства в 1966 году. Для католиков это была не только гадавщина появления полского государства на карте мира, но прежде всего гадавщина христианя полиаков. И тогда одновременно правительство и церковь, и кастер, организовали большие мероприятия. Какие-то марши, какие-то службы. Но те организованные церкви, мимо давления админ ресурса, позывали с побольше успехом, чем государственные мероприятия. И так за уже стало ясно для всех, что правительство душ, если так можно сказать, то в Польшой говорится правительство душ, в руках церкви. И стало ясно, что идеологическая барба проиграна коммунистами. И Висынский тогда стал как бы единственным дятелем, государственным дятелем. Его пора стали называть интеррексом. Интеррекс согласно, это здесь латин. Интеррекс согласно традыции Первой Речпосполите. Это была должность руководителя страны после смерти от нового короля и теперь с выбором следует уже сево Карла, потому что в Польше были выборы на королах. Это был такой символ, извините, пожалуйста, это был такой символ переходного периода. И обычно в Первой Речпосполите эту должность получал премас, как раз премас Висынский. Так что в таком названии, это было конечно символически, в таком названии Висынсково несколько важных моментов. Во-первых, отклонение от коммунисты ческой власти, поскольку если в стране интеррекс, это значит, что настоящей власти нету. Во-вторых, это было признание народам, что во время отсутствия политической опозиции, как бы помнил опозиции унистов жили в Сроковых, церковь это и есть политическая опозиция и представитель народа. И у церкви есть право высказываться на счет каких-то государственных или общественных веще. Влас, в таком обшим понимании, не являлась представителем народа и особенно после забастовок в 17-м году, когда милиция и полский спецназ откройли огонь против бастующим рабочим. Это уважение к церкви тоже имяло свою цену. Висынский сделала ставку на самый популярный вид католицизма, так называемый народный католицизм, самый традиционный и консерватывный, где нет сомнений и нет никаких вопросов. Католицизм, который понятен простым людям. Висынский сделала ставку на массы и не на интеллектуалов. И интеллектуалов в церкви и скайусских диалога с неверующими. Вот мы видим, как он общался с людьми. Это было вопреки того, что происходило в мировом христианстве тогда, во время Ватиканум секундум, когда католическая церковь в мире пыталась дать ответ на вызовы современности, пыталась на весь диалог с неверующими, обсудить эманципацию женщин и ролл секса в жизни. Между прочим, это были такие темы для католицизм, в мире, а мы как бы остались тогда такими традиционными. Ну, Висынскому было не до этого, ему было не до этих всех современных тем. Ему было просто, по его мнению, церковь в Польше приняла участие в барбе с коммунистами и во время этой барбы не надо слишком много думать. То, что надо, это единство, а не сомнения. Так он думал. Почему я веду сейчас? К тому, что именно тогда образовался вид или образец полской церкви наследующие десятилетия. Что церковь просто была уверена, что она представитель народа, что у нее есть право занимать политическую позицию, и что современный мир опасен. Потому что Владелцы современного мира это атеисты, какие-то сексисты, маршисты, я не знаю, капиталисты, но современный мир, по крайней мере, опасен. И эти три элемента хорошо запомнить, потому что потом увидим, как они они важны до сих пор. Можно сказать то, что тогда начался внутренней раской в полской церкви. Большая часть, это был этод народный, традиционный католицизм, а вторая, маленькая часть, это liberalные католики, которые собраны в Огрог, уже упомянулся в Тигодниках Повсехново. Так называемый открытый католицизм, но я об этом еще буду говорить. фото римского папы. Они просто думали, что он их представитель. И они тоже использовали эту фото, как защиту перед милицией, потому что даже милицейские боялись бы, например, штурмовать этот забор. Ну, парадесально, это было то, что как бы в ползу власти, потому что власти и церковь после этих 35 лет соперничества стали тоже партнерами. Возникли между ними какие-то связи и уважения, а даже взаимопонимания. Церковь явилась, как предсказуемый партиор в большей степени, чем solidарность. Не предсказуемый союз невоспытных рабочих и диссидентов, среди которых было много бывших komunистов, бунтовщиков и простых атеистов, которых не любили ни коммунисты, ни традиционные католики. Потом у вас возникновение солидарности в качестве опозиции не влияло на позицию церкви. Даже ее укрылилось. В среди требований солидарности был, например, доступ верующих к СМИ и трансляция службы в прямом эфире. Конечно, церковь симпатизировала с солидарностью, но неоднократно, как посредник и миротворец, пыталась блокировать некоторые инциденты солидарности, как слишком революционные и опасные для порядка в стране. Церковь просто была зainтересована в сохранении статус-кво. После ведения военного положения в 81 году и осаждения в лагерах почти десятый тысяч диателий солидарности, церковь опять стала единственным соперником и одновременно единственным партнером власти. Например, когда власти пыталась избавить от некоторых политзаключенных, и наклонить их, чтобы они добровольно уехали из-за страны, в том числе в середине был например Адам Минхник, которого вы могли вас сегодня услышать, чтобы просто власть пыталась их наклонить, чтобы они просто уехали из-за страны и не мешали с социалистическим парятком. Это именно высокие представители церкви попробовали убедить этих диссидентов, чтобы они уехали. Ну, кушчастые они отказались и остались за рысьоткой, и несколько лет спустя могли ввести переговоры за круглым столом. Конечно, нельзя сказать, что это был какой-то социалист церкви власти. Власт по-прежнему считала католиков угрозой и по-прежнему наблюдала или следила за более активными ксендами. Были фракции во власти, которые даже считали, что с церкви надо бароцак, как с настоящим врагом. Именно такие же функционеры убили например популярную среду опозыционеров ксенджа ежево-попиелушко в 1984 году. Здесь мы видим попиелушко и в аверме охранения. Это убийство тогда не очень понравилось руководителям страны, поскольку испортило имидж нормальной страны без политических жертв. Убийцы попиелушко-милиционеры оказались в тюрьме. Это тоже было необыкновенно для коммунисты ческой и тоталитарной страны, если милиционеры-убийцы оказались в тюрьме. И этот процесс был открыт, и все могли наблюдать по тюрьме. И когда в середине 80-х стало уже ясно, что у коммунисты ческой власти нет перспектив, что коммунизм потерпел идеологическое и экономическое поражение, правительство начало поиск выхода из ситуации. По нескольких неудачах генерал Войцех Ярузельский, очень не вам известный, решил, что нет другой возможности и надо начать переговоры с опозыцией. Это был длинный путь, чтобы начать переговоры с теми, кто еще совсем недавно сидели в тюрьмах. Без посредничества церкви это было бы невозможно. Ни власт, ни опозыция не доверяли друг другу. Только Кастюо мог быть гарантом согласен. Церковь конечно не отказалась от этой роли. И как мы помним, премарша Вишниського звали тогда интеррексом. Ихатия Вишниський умирал в 1981 году. Его наследники считали себе такими, и на примере, здесь на этой фотке видим господин Сиосек, бывший, уже после 1989 года, он был послом в Москве. Так как Ваэлэнса, очень известный, самый известный, полский рабочий. Генерал Киштаг, это второе лицо в государстве. Ну, это он, министров внутренних дел. Так что, есть там, ну, первый ГГБшник в стране и администра бископов. Это уже было время этих переговоров. Ну, однако, когда началась transformация, переход из диктатуры к демократии, когда новое государство, Третья Речпосполитая, начало строение новых институтов, церковь не хотела отказаться от прежней роли, интеракция участников политических событий. Эпископы, даже обычные ксенды, считали, что именно они оказали спобедителями барбы с коммунизмом, и что у новой и демократической власти есть долг, и что новая власть должна строить государство именно подле рецепта католической церкви. У церкви были конечно аргументы. Церковь на самом деле отстаяла свою позицию во время коммунизма. Церковь засисяла права верующих, но тоже не верующих. Церковь действительна поддержала опозицию, не только в моральном, но и в политическом, материальном и экономическом плане. И само я главно, более 90% полиаков формально явили с католиками. Хочу подсеркнуть, что у церкви есть большие заслуги в барбе за права человека. Церковь, еще во время transformации, получила от коммунизм несколько привилегий. Например, специальную совместную комиссию правительства страны и епископов. Во время заседания этой комиссии обсуждается важные источки зрения церкви проекта законов, а то дает церкви возможность влияния практических на все законодательство. И то, что в 80-х, в конце 80-х, еще за коммунизм, церковь получила доступ к государству в одном из СМИ и тогда создана редакцию католических передачи. Эти передачи идут в эфир за деньги всех, кто платит на логи. Значит, то, что не верующих. Конечно, у других религий то, что есть свои права, но гораздо меньше. Даже liberalное крыло новой власти. Было вынуждено идти на уступки. Правительство Тадеусса Мазовецкого, то правительство, которым участвовал Лешек Балцерович, Тадеусса Мазовецкого, первого, некоммунистического, премьер-министра страны, например, разрешило ксендам проводить уроки в школах. И это было в Африки принципа neutralитета государства в области мирного зрения. И то, что потому, что государство платит этим ксендам как обычным учителям. Это была последняя ошибка этого правительства. То, что тогда в начале 90-х создана комиссия по имуществе, которая имела задачу вернуть церкви все недвижимости и сокровища, которые у церкви одобрала коммунистическое явление во время сталинизма. На конце так получилась, мы тоже сегодня уже знаем, что церковь получила больше, чем должна. И во время работы этой комиссии совершено несколько злоупотреблений в ползу церкви. Как вы прекрасно знаете, у вашего кириуа есть дорогие часы. Но у кседза Редзыка, простого кседза, у него даржа Майбах. Он, кстати, владелец большой радиостанции Radio Мария, упоминутой Адамом Михникем, а тут здесь мы видим кс. Редзык и его Майбах. Простый, а быкновенный кседз. Церковь получила то, что прямо влияние на политику через политические партии считающие себе католические кседз. А таких было и есть очень много. Церковь тогда, я имею в виду девяностое, приняла очень активную позицию в политической барбе. Кседзе уговорили во время службы заказово проголосовать и откровенно поддерживали католических политиков. Сегодняшняя глава полской церкви. Иозеф Михалик, тогда простой епископ, говорили тогда что католики обязаны голосовать на католиков. В админ за это депутаты на Семь и избранные благодаря поддержке церкви блокировали или пытали сблокировать совроминные законы или проекты законов. Регулирующие вопросы контракепции, аборта, полового просвещения, гражданского партнерства, экстракорпорального оплодотворения и т.д. А также вопросы имущества церкви, которые до сих пор не платят налогов. Например, в 1991 году обсуждался закон о теле и радио вещании. Сенаторы под влиянием церкви добавили в этот законопроект, что государство и общественные СМИ должны специально наблюдать за христианскими ценностями в передачах. Большая авантура возникла во время дискусии об законе регулирующим вопрос абортов. Liberalных католиков, в том числе тех из Тгодника Повсехного, которые пытались достичь компромиса, названы публично убийцами, у которых кровь на руках. Они, эти liberalные католики во власти, знали, что totalный запрет на аборты ведут к развитию подполия и черного рынка. Но для католиковских политиков, таких fundamentalистов, это не имеет значения, поскольку они считают, что закон не столько должен работать, сколько свидетельствовать об хороших намерениях. А не утверждали, говорили вслух, что Польша или будет католическая, или ее вообще не станет. Другая авантура возникла во время работы над конституции страны. Когда католические политики пытались въездить в этот государственный документ апострофу Кубагу. Так называют мои инвокации ДИИ. А тех, кто были против, или даже имели сомнения, называли антихристиями. К счастью тогда проиграли и компромис достигнутый в Гладе... Так, я не знаю, все видят? Там речь идет о верующих и неверующих, которые равны в правах. Но католикам было это мало. И наши episкопы так до конца не поддерживали этой конституции. Но в целом можно сказать, что полское законодательство не так уж плохие с точки зрения нейтралитета государства, но оно не совсем работает и в том большая проблема. Например, как было сказано, церковь не платит налогов. Или если все верующие, неверующие, или там православные, или мусульмане равны в правах, тогда что делает зачем крест в полском сейме? А только католики имеют свой symbol в парламенте. Верующие есть еще ку конституции. Там есть 5 пунктов на счет церкви. Первый говорит, что церкви и конфесиональные союзы равноправные. Уже видно, что есть четвертый пункт. В этом четвертом пункте речь идет про церковь, а остальные церкви в одном пункте. И мало того, там речь идет о специальный договор между Польшой и Ватиканом. церковь не понравилось с епископом и они критиковали этот документ публично. Например, епископ Józef Михалик критиковал Конституцию за то, что там стоит, что Конституция это самый главный закон в стране. А по его мнению известно, что самый главный это Божий закон. Другой епископ назвал Конституцию заговором против жизни. Я совсем не знаю, что он видал, но так он не сказал. Ну, посмотрим, как выглядит это равноправие в обыкновенной жизни. Например, принимание участия в уроках religии в полских школах добровольно. Ну, обычно, и я могу сказать не случайно, эти уроки не входят в повестку дня, как последние, чтобы те дети, не желающие участвовать в уроках, могли идти домой. Ну, их проводят в середине дня. А согласно полскому закону, дети на территории школы должны находиться под постоянным наблюдением. Ну, поскольку не хватает учителей. Не желающим ходить на религию, дети на никуда дьяваться. И так они вынуждены принимать участие в уроках религии. Другой пример. Полские гинекологи могут отказаться делать аборт из-за религиозных причин. Даже если женщина имеет право на аборт. В полском законодательстве есть несколько исключение, когда женщины могут делать аборт. Например, если ребенок создает угрозу для ее жизни. Ну, в маленьких городах, в таких маленьких больницах, где все знают все про всех, лекари даже не имеют таких фундаменталистических принципов, бояться делать аборты. Конечно, все выглядит по-другому в великих городах, где общество liberalное, где мгновенно можно найти другого гинеколога или другую шкулу для ребенка. Ну, мы говорим о ровнооправнении, а не о усложнении жизни. Есть несколько слов об этом договоре Польши и Ватикана. Он называется Конкордат и был принят в 1993 году уходящим правительством, у которого уже не было поддержки. Согласно Конкордату Польша гарантирует учебу религии в школах, как было уже сказано, а это практически означает, что внутренние дела государства, как программа учебы, являются предметом международного договора. Конкордат гарантирует то, что доступ католиков к общественным СМИ и государство тоже обязано дать деньги на два католических вуза в Краковой и в Лублине. И то, что должно дать деньги на реконструкцию каких-то ценных, старых зданий, это более-менее не понятно. Так что в Адлице от России в Польше церковь не столько была инструментом политики государства, сколько мы наблюдали попытку построения католического государства. Было такой период, когда церковь была уже везде, в школе, в Ореме уроков, в парламенте, по телевидению, а присутствия епископов на всех государственных мероприятах стало просто очевидным. Они все крестили. Автострады, больницы, вагзалии, ну все просто. Здесь крещение какого-то издания пожарных. А здесь наш президент и полский епископы. Самым сложным элементом отношения церкви демократическому общества, являются понимающих суд демократии. Но можно сказать, что у большинства епископов есть какой-то уровень недоверия к демократии. Это видно особенно, если речь идет об абортах, контрацепции или об экстракорпоральном оплодотворении. В 28 году проект закона, а даже не проект закона, а самую дискусию об экстракорпоральном оплодотворении епископы назвали проектом Холокаста. Как говорит церковь, если идет церковь просто говорит, что если речь идет об жизни, нету места на демократические компромисы. В этом году один из популярных епископов во время полшого-католического мероприятия сказал, что в Польше демократия превратилась в олигархию, что уже контролирует все области жизни и что она хуже коммунистической демократии. Что имя у виду епископ говорит о коммунистической демократии, до сих пор неизвестно. Видно, что он демократии не любит. Проблема то, что в том, что те представители церкви, которые считают, что церковь не должна участвовать в политической барбе и у которых liberalные взгляды молчат согласно принципу не участвовать в политической барбе. Надо сказать, что именно сейчас мы наблюдаем большие перемены в общественстве и в политике. В 90-х или в ноловых в нолевых левые и liberalные политики пытались укладаться из церкви даже тогда, когда правили. Вот Александр Кващневский, левый посткоммунист и наш Папа. Они это делали не только из этих исторических заслуг, о которых я говорил в первой части моего выступления. Ну и потом, чтобы обеспечить transformацию и путь к Евросоюзу. Как говорил Лешек Бальцерович, им было легче, чем Гайдару, потому что была какая-то засита от Просоюзу в Солидарности и даже от церкви. У церкви тогда было влияние на общественное мнение и реформатурам было надо, чтобы это влияние работало в ползу реформ, чтобы церковь создала крышу над этими реформами. Затем они пытались не беспокоить епископов прогрессивным законодательством, ведь сам Jan Павел II назвал некоторые моменты западной цивилизации цивилизацией смертной. Сейчас уже другая история. Мы уже почти 10 лет в Евросоюзе трансформация за нами, а завершеннолетним стало поколение, которое уже не помнит заслуг церкви, но хочет жить в liberalном мире. Политики тоже orientируются уже на это поколение. Даже 10 лет назад уже большинство Поляков считало, что церковь не должна высказываться на счет общественных дел. А совсем недавно созданы в Польше первую партию атеистов и антикрыликаров. Эта партия даже попала в парламент, поскольку получила около 10% голосов. Но, к сожалению, пока эта партия более шутов, чем государственных дятели. Но это как бы влияет на обстановку, потому что даже нинешний премьер-министр, который еще во время президентской Ганки в 2005 году считал нужным еще раз женится на своей жене, с которой жил уже 20 лет, без католического braка. И так даже женится покатолический. Он сейчас, тот же премьер-министр недавно сказал, что нинешнее правительство не будет стоять на коленах перед ксенцами. И это была такая очень жестока политическая декларация. И сразу его сотрудники начали дискуссию на счет обложения церкви обыкновенными налогами. Так что видно, что настроение в стране меняет. С другой стороны, яркие католики знают, что количество верующих уменьши ваедца и пытают заранее пригодовить законы, пока их в Сейме много и пока у церкви есть argumentы. Я считаю, что это временно. Почем. В 80-х годах доминиканты, тех, кто ходит в аскрысене в церковь, что считает самым достойным признаком веры, было около 50%, а на самом деле 40%, потому что техника такая, что здесь считают без больных детей и пожилых людей. Скажем, что 50% было в 80-м году. А в 19-м году это было уже 48%. В 20-м году 44%. Три года назад это было 40%, год назад 40%. Так что видно, что меньше и меньше. практически одно поколение этих доминикантов, тех, кто ходит в церковь в аскрыске, не стало меньше на 10%. Так что если церковь сейчас говорит, что она председатель почти 100% в популяции, это просто неправда. Они считают всех крестьянных. Крестьяне вряд ли оказывается свидетельством веры, не умеет себя говорить ребенка. Но с другой стороны 40% это 13 миллионов поляков. Если только одна третья из них принимает внимание на то, что говорит ксенца во время службы, это почти 4,5 миллиона избирателей. Это очень много в такой стране как Польша. Право и справедливость партия правых и консерватистов получила в 2011 году на парламентских выборах именно 4,3 миллиона голосов. Друг Адама Мишника в кавычках Ярослав Качињский и кс. Рыдзык. Так что, как мы видим, тенденция для правых плахая. Некорисная и можно даже сказать, что церковь, которая победила коммунистов, проиграет с демографией и демократией. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Давай, если поминяеме Это фото на какое-то более принято. На Попуринску. На Попуринску. Так лучше. Коллеги, на мой взгляд, замечательная презентация и огромное количество аллюзий по поводу того, что происходит в России. Причем уже мнения у нас разошлись немножко. Потому что, скажем, Юра Сенокосов, мой друг, считает, что аллюзии в основном негативные, а я увидел массу позитива в том, что он рассказывался. Я думаю, что сейчас будет у нас дискуссия. И прошу, Ира, открывайте. Спасибо большое. Я хочу сказать школе, что эта тема... Школе? Школе. Да, что эта тема была... Что эта тема была поднята, но для меня на самом деле она имеет... Сегодняшняя ваша презентация, она имеет очень личный характер. Я в этом году была на процессе над Пуссирайт, собственно говоря, в моменте вынесения приговора. И, честно говоря, для меня это стало очень сильным личным событием, которое меня во многом потрясло. И плюс к тому вторая личная причина. Я феминистка, я много занимаюсь правами женщин. И в России сейчас происходит, в общем-то, то, что она во многом идет по стопам Польши во всем, что касается репродуктивных прав женщин и так далее. Но из вашего выступления я не совсем поняла ту роль, которую сейчас играет церковь вот в этом публичном поле. Я поняла, что католическая церковь, ну, в общем-то, как и русская православная церковь, достаточно нервно относится к вопросам секса, репродукции и так далее. То есть, ну, вот вы в своем выступлении несколько раз подчеркнули именно эту тему, что она вызывает наибольшие такие консервативные тенденции. Я поняла, что католическая церковь пытается вмешиваться определенным образом в политику, поддерживая одних кандидатов, да, и агитируя, голосовать за них. Ну, а какая есть реакция со стороны общества на это, да? Есть ли у вас критика церкви и как церковь реагирует на эту критику, да? Потому что вот в нашем российском случае тот самый большой случай публичной критики церкви, да, спусерает. В общем-то, к нему отношение, ну, это был случай, который просто всколыхнул этот вопрос и поставил его очень остро, и мы видим, да, как церковь отреагировала на такого рода критику. А что происходит в Польше? Есть эта критика, где она проявляется, в чем и как церковь реагирует на нее? Конечно, что критика есть. И есть разные виды этой критики. Я бы сказал, от каких-то там провокаторов даже или каких-то очень ярких атеистов, которые, например, там, публично сжигают Библию или там делают какие-то анти-крестные ходы. Есть такая критика, есть критика интеллектуалов, которые, 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 которые за разделением церкви и государства. Но, к сожалению, церковь всех их считает равными. И как бы для них вся критика это уже плохая критика. И все критикующие это как бы не антихристы, но как бы они, как бы, вараги полской нации и полской церкви. Ну, я бы сказал тоже так, что я не против верующих, конечно. Я очень уважаю верующих, очень уважаю католиков. Ну, в Польше большинство католиков, как мы видим по этим данным, ну, это просто формально католики, да, они крещени, у них есть, например, католический брак, ну, они даже ходят там в ремень в церкви, ну, вообще не наблюдают за этими правами, да. И им практически по барабану, что говорит церковь, и что говорят критики этой церкви. Руслан Мацухов, Камарина Балкария, выпускник 2012 года. Пятая глава основ социальной концепции РПЦ запрещает участвовать священнослужителям в любых выборах любого уровня. Но в свете последних событий им разрешили участвовать в выборах, причем формулировка, сейчас я скажу, в исключительных случаях и при крайней церковной необходимости. То есть, я думаю, что господин Чуров сейчас займется божественным и богоугодным делом, да. Не кажется ли вам, что когда церковь берет на себя уже такие функции, то мы скатываемся к инквизиции уже? Спасибо. Ну, это все зависит от того, как ведут себя эти представители церкви. Конечно, что слишком большие влияния, слишком большие участия церкви в политике, это не хорошо. В Польше была попытка. И, как я говорил, наши ксенды пытались, как бы говорили избиратели, на кого они должны голосовать. Ну, всем это надоело. Это длилось 90-е годы и нулевые. Ну, всем сейчас это надоело. Ну, я бы сказал, что одна треть общества еще как бы внимательно слушает этих, что говорят такие ксенды. Ну, другим это надоело. Ну, конечно, что зависит от того, какие есть другие институты в стране. У нас довольно большие гражданское общество. И, конечно, есть большие влияние церкви. Ну, есть очень много всех не государственных организаций, которые защищают права неверующих или права женщин, или права феминисток, или права там, я не знаю, мусульман, и так далее, и так далее. Так что, если, например, какой-то епископ скажет, что это очень неправильно. Я уверен в том, что, например, самая большая газета в стране, газета выборча, жестко его раз критикует. И это будет, и час политиков будет его критиковать. И с часа у нас, как я сказал, есть партия атеистов, или такая партия, что называют рух Паликота, движение Паликота. Он такой яркий, яркий, антиклерикал, но не совсем серьезный. Он, как бы, для него политика это как кабарет. Но он через этот кабарет тоже жестко критикует церковь. Но это дошло уже до уровня парламента, эта критика церкви. Так что, наверное, то, что должно быть, это где-то посередине между церквей и этими жесткими критиками церкви. Господин адвокат, прошу вас. Леша меня пустит. Спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Олег Прохоров, выпуск 2011 года, Нижний Новгород. Я юрист. Я имел честь и удовольствие учиться в Польше довольно продолжительное время. Это было больше трех лет. Потом оставался аппликантом и имел возможность наблюдать, в общем-то, и ваши изменения. И, как бы так помягче сказать, вот эти вот вещи, которые не оставляют нас одинокими. Понимаете, я пытаюсь быть деликатным, как бы так сказать. То, что мы не одиноки, это совершенно однозначно. Я помню, например, момент, когда группа польских парламентарий заказала молебен о воде. И так ничего, большая, достаточно, фракция пришла в церковь, соответственно, в польскую. И отстояли молебен, поскольку была засуха. Не помню результат. Вот, да. Ну, такое имело место. И, собственно, я вот о чем вас хотел попросить. Я хотел рассказать историю сметания махровых билетов. Что? Махровых билетов. Ага, ага. Понимаете, о чем? Да, да, да. Вы знаете, и слава богу, да, я не хочу начинать, потому что, я думаю, вы это сделаете лучше меня. Я думаю, что моим коллегам это будет очень полезно. И главное, что она, на мой взгляд, сейчас перекликается с ситуацией с Пусси Райт. Но, во всяком случае, мне так кажется. Прошу вас, спасибо за внимание. Ой, как объяснить, что такое мохровые билеты? Вот, ну, как это было уже несколько раз сказано, в Польше существует такая радиостанция, это называется Radio Мария. Владелец, это и радиостанция, это как раз Владелец прекрасного Майбаха, кс. Рызык. И вот, ну, там, кроме каких-то там религиозных вещей, там очень много политики. Очень много, например, было антисемитизма или евросептизма. Но эта радиостанция была обращена на пенсионеров. Ну, именно бабушки такие. Ну, и у них были такие шапочки волненные, береты, береты, да. И когда они ходили на какие-то там демонстрации или другие, ну, просто у всех были эти, как бы, береты. Ну, и так получилось название. Мохровые береты. Береты, это как бы было пиоративно. Ну, эти бабушки со временем, как бы, узнали, что это как бы их бренд. И сейчас даже они гордятся этим, что они мохровые береты и даже и там молодежь, у которых такие правые взгляды, они тоже называют себя мохровыми беретами. Не знаю, я объясню историю или... Видимо, продолжение какое-то должно быть, да? А. Пока это введение. Я напомню, позволите, потому что недостаточно ясно, вероятно, я сказал. Была история с метанием махровых беретов на целкость, как бы, так сказать, я не знаю, как это... Но... Я пытаюсь, да, ни на русском, ни на польском, что называется, не сказал. Но главное, что вы меня поняли. И эти соревнования, они проходили в общеобразовательной школе. И суд там выносил решение, оно было интересное. Вы не помните эту историю? Нет. Вы, наверное, совсем молоды еще. Извините, нет, извините. Ну, это шутка все-таки. Хорошо, я напомню, ситуация такая, что в школе был праздник, и организаторы этого праздника, мероприятия, устроили вот такое развлечение. Они метали, как было уже сказано, на меткость вот эти вот береты с расстояния там нескольких метров. И группа вот этих бабушек, она обратилась в суд с требованием о признании вот этих самых действий, как оскорбляющих символ веры. Вот ни больше, ни меньше. Вспомнили, нет? Нет, честно говоря, они не помнят. Да, 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 и суд рассматривал это дело вполне серьезно, поскольку они не могли долго определить, символом какой веры, и вот именно это и являются эти береты, и почему их нельзя метать на меткость. Ну, получилось так, что сам и рассказал, да? Остается только похлопать. Ну, закончилось тем, что суд на самом деле был поставлен очень неудобное положение, то есть они понимали, что это группа очень недовольных таких радикальных бабушек с их руководителем. И там в решении было отказано, если мне память не изменяет, но они в мотивировочной части, они сказали, что это все-таки как-то задевает вот эти вот чувства, и надо быть деликатнее. Если мне память не изменяет, это вот таким вот образом. Ну, спасибо, да, за то, что мне дали возможность выступить самому по этому поводу. Еще раз спасибо. Спасибо. Так, Женя Сусина, прошу. Евгения Сусина, Санкт-Петербург, 2012 год, выпуск. Мне всегда казалось, возможно, я ошибалась, что церковь – это не только Царство Божие на земле, но это еще и инструмент борьбы за души верующих. И в этом отношении церковь ведет себя вполне логично, когда она пытается укрепляться, каким-то образом расширяться и завоевывает позиции. По-вашему, ну, то есть, они ведут себя, как мне кажется, логично. Мне это не нравится, потому что я, в принципе, неверующий человек, но я понимаю, почему это происходит. Как, по-вашему, какова, ну, я не знаю, идеальная роль церкви, ее место в демократическом обществе, где она должна находиться и на какой процент влияния она должна рассчитывать? Ой, сложный вопрос. Ну, я не за то, чтобы церковь принимала участие в политической барбе, это так. Наверное, есть какие-то области жизни, где она имеет право высказываться. Ну, пусть она говорит это в церквях, а не публично, не через общественные СМИ, потому что как бы мы все платим деньги на это общественные СМИ. И зачем там выступают епископы и гавариаты, что они думают, я этого не знаю. Пусть... Ну, пусть католики или другие, потому что не надо забывать о других вириях. Ну, пусть у них есть возможность собираться, пусть у них есть возможность иметь церкви. Ну, это не должно влиять на образ государства. Ну, я, например, приведу еще один пример. Конечно, это было во время коммунизма, когда крест в школах, это был тоже символ противостояния против коммунистов, да? И тогда все понимали, что крест в школьных классах – это хорошо. А сейчас это тоже, как бы, так как в нашем СМИ. Есть эти кресты в школах. И даже в частных школах есть эти кресты. И там есть, например, были такие случаи, например, в Кракове была честная школа, создана просто какими-то предпринимателями. И они, как бы, не хотели креста в этой школе. Но тогда церковь, как бы, ксенцы сказали, если так, мы не будем учить религии в этой школе. И тогда часто родители, как бы, сказали, ну, если так, ну, то мы не будем пускать наших детей в эту школу. А поскольку это была честная школа, они просто платили деньги за учебу. Ну, как бы, финансовое фиаско, да? И даже, и оказывалось, что даже в частной школе надо было повесить этот крест на стене, чтобы просто получать клиентов, да? Чтобы приходили дети в школу. Потому что, ну, сейчас, конечно, сейчас это яркие католики, они могли бы отказаться, а сейчас, ну, так, как бы, это. Ну, наверное, они не за этот крест, но они бы хотели, чтобы дети ходили на уроки религии. Ну, а если уроков нет, ну, то надо искать в другой школе для детей. Это просто так, как в магазине. Если молока нет, я иду в другой магазин. Так что такое влияние мне очень не нравится. Такое влияние, как бы, в современном государстве. Так, Кирилл, пожалуйста, вы еще не выступали. Прошу. Кирилл Рубанков, выпускник 2011 года, журналист. Во-первых, спасибо большое за ваш анализ. Как бы, вот, я интересовался до этой темы, но вот такой подробной раскладки, как бы, никогда не слышал. Поэтому спасибо. Вопрос следующий. Вот вы, как бы, упоминали вопрос о реституции, то есть возвращении церкви того имущества, которое отняли, вот, при коммунистах. Вот, у нас этот процесс сопровождался, ну, такими многочисленными несправедливостями, когда, то есть, музеи выгонялись с церковных зданий. То есть, было много скандалов. Вот, мне интересно, как в Польше, то есть вернули ли все имущество, которое отняли, и, то есть, и сопровождалось ли это какими-то конфликтами? Да, я даже сказал, что вернули более 100%. То есть, были такие случаи, что просто... И самое страшное, то был уже большой скандал, потому что, как бы, секретарем этой комиссии оказался высший стукатч, высший сотрудник полского КГБ. И это уже был скандал, а он делал в поле церкви. И никто уже не смог понять, в чем речь. Зачем просто высший ФБшник работает на церкви, уже в нижнем государстве. И это было такой, как бы, странной связи между церквей, а так называемыми коммунистами. Ну конечно, в 50-х, потому что церковь, еще со времен средневековая, являлась владельцем многих недвижимости в Польше. Там, например, в Кракове въезд квартал, в этом самом старом городе принадлежал церкви. Они все это отобрали, кроме кастеров, и оставили некоторые монастыры. Ну и потом, конечно, им в 90-х через эту комиссию возвращали эти недвижимости. Ну, благодаря каким-то, я не знаю, волшебным действиям, они получили побольше. То есть, например, были случаи, когда они получили какое-то издание, в котором была больница, или был... Как есть дом детского? Дед дом. Или были деддомы. И то, что они изганяли эти институты, и просто... А сейчас мы наблюдаем, например, там, где недвижимости церкви, там, например, есть гостиница, или рестораны. Или какие-то магазины, или там с сувенирами. Например, в Кракове несколько гостиниц отъяли принадлежцы церкви. Благодаря этой комиссии. Так что, а то были большие скандалы. И еще были такие случаи, что... Если какая-то недвижимость была в обладании церкви, а надо было как бы вернуть стране, потому что там должна быть какая-то дорога, да? Очень нужна общество. А сувенирами были очень против того. Они просто не разрешали, не хотели отдать этой недвижимости в пользу общества. Были такие случаи тоже. Так, хорошо. Илья Савченко, пожалуйста. Илья Савченко, Старопольский край, выпускник 2010 года. Ну, я для начала хотел бы выразить признательность польской стороне, учитывая, ну, не самые простые исторические взаимоотношения России и Польши. Вот такой дружественный тон, мне кажется, делает куда больше, чем заявления наших политиков с разных сторон. Поэтому спасибо. А теперь вопрос. В России и в Польше действительно похожие процессы происходят с точки зрения религии. Но я хотел бы для себя прояснить один ракурс этих процессов. Вот в России у меня такое ощущение, я могу ошибаться, что русская православная церковь все больше становится русской православной церковью. Это вот такой акцент, как бы церковь для русских. И у меня есть ощущение, что вот этот националистический, здоровый и нездоровый одновременно компонент религиозного возрождения, он неотступно сопровождает нас. И сегодняшний РПЦ, и не только РПЦ, и другие религиозные конфессии сложно представить без национального или националистического компонента. А вот в Польше, вот польская католическая церковь, она такая же. И можно ли сказать, что те люди, которые являются приверженцами польской католической церкви, я, может быть, ошибся в названии, они являются большими националистами, чем такие нереальные католики. Да, польская церковь, она как бы принадлежит общей церкви в мировом уровне, но конечно, это еще с 19-го века, как бы, польская, польская католическая и националисты, они как бы связаны, потому что еще во время 19-го века, например, там, где была империя расистская, это было православие, там, где была Пруссия, а потом Немцы, это были, это были протестанты, да? И как бы, и церковь являлась как бы алистинным защитником польского patriотызма, национализма, да? И были такие элементы, как Божия Матери в Честохове, это символ полской веры и тоже символ полского государства. Так что я бы сказал, что очень сильно, очень сильно, как бы, как бы, католицизм и такой националистический patriотизм, они очень сильно в Польше связаны. И даже, и есть несколько таких поговорок, ну, я не буду их говорить, ну, они означают, что можно быть только полаком, если ты не католик, ты не полак, если ты не полак, просто только можно быть полаком, только тогда, когда ты католик. А в 20-х, в 30-х была очень сильная такая партия национальдемократов. Это называлась Эндекия. И так, что тогда, например, полский закон разрешил ксендзам принять участие в избратительной гонке и быть депутатами в парламент. И очень много ксендзей было, было просто членами парламента. И они тоже так говорили, что Полша или будет католическая, или вообще не будет. Или вообще не станет. Что католицизм и Полша это как бы одно и то же. И во время коммунизма это еще укрылило, потому что как бы коммунистическая власть, она пришла изнутри, это была атическая власть, это была власть русских, так что католизм опять стал защитником Поляков. Но я все упрощаю, но просто для быкновенных людей это было. Так что наверное, вы правы, что что-то похожего есть. Так, пожалуйста. Юля, пожалуйста. Юля, счастливцева, Магнитогорск, выпуск 2012 года. У меня, честно говоря, возникает вопрос, церковь при такой обширной общественно-политической деятельности, у него остается время на свои прямые обязанности, на заботу о душах людей, о небесном, а не о земном. или критических публикаций. гражданское общество вообще контролирует деятельность церкви, чтобы она была законопослушной. Спасибо. Ну, конечно, да. Я уже сказал, привел пример газеты выборчей. Она очень строго наблюдает за тем, что делает церковь. Тыгодник Повсехный, я являюсь сотрудником Тыгодника Повсехного, это католическая газета, это журнал, как бы таких открытых католиков, открытого католицизма и там, а то, что мы наблюдаем, и не именно я, потому что я в другом отделении работаю, но те, кто занимаются, если не в церкви, они наблюдают, что происходит в церкви, если, например, было какие-то случаи, как я уже говорил, педофили, или каких-то злоупотреблений. Конечно, что мы, а в этом, как бы, статьи, про это печатали. А сейчас, ну, есть такая волна, я бы сказал, антиклерокализма. Это тоже связано с тем, что у нас сейчас большим успехом пользуются все tabлоиды. И для них просто известные епископы, они это как селебриты, да? И это не имеет разницы, писать просто какие-то скандалы среди актеров или епископов, потому что все равно это селебриты. Например, был случай, когда какой-то епископ просто пианый и дрыск и и он руководит, как-то скеровал, был за рулем просто и я не знаю, там даже не убила какую-то женсину. Он сейчас был суд и все впрочем. И таблоиды просто для них это был самый хороший период по тому, что могли печатать фотки этого епископа и все были как бы очень такие, все это очень 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 что они могли видеть, что даже епископ может быть наказанным. Но есть некоторые институты, например омбудсмен, полский омбудсмен и он например был против введения уроков религии в школу. Потому что как я сказал, это было сделано указом ministра просвещения. Это было как бы в апреки закона, потому что согласно закону такое решение должно быть принято парламентом. А он это сделала указом под влиянием церкви. Ну и наш омбудсмен как бы пытался принять такой закон, что все верующие должны в своих налоговых декларациях платить на церковь. Церковь этого не хочет, потому что тогда никто бы не платил и оказалось бы, что в стране нет католиков, например, или очень мало. Так что они против таким законом. Я думаю, что именно я бы сказал все как бы еще полский папа это была такая феномальная persona, потому что с одной стороны он был традыционный, очень традыционный, очень такой если речь идет например об жизни, как я говорил, об абортах или о эутаназии, он был очень традыционный. С другой стороны он был таким интеллектуалом католиковским и у него он тоже стал к старзеленю, к большему к старзеленю, он стал просто celebрытом в Польшу, а не каким-то лидером, национальным лидером. Когда он еще был в среде живых, его как бы слушали, принимали внимание на тушь, а с час когда он уже не живых, он уже не наш папа, я только раз ответил то, что на ваш вопрос, мы просто считали, что это наш полский папа, а с час какой-то Немец, он уже не папа, не на стоящий. Ну и как бы видно, что как бы католиков стало меньше после смерти папы, что как бы он тоже был каким-то брендом в нашем, а сейчас нет авторитетов, эти эпископы, они как бы такие тушьки, ежерные, никто их не слушает и как бы меньше и меньше католиков в стране. Сергей Гогин, прошу. Александр, вы следующий, я вас тоже. Сергей Гогин, журналист из Ульяновска, выпуск прошлого года. Анджей, вот вы еще молодой человек, вы наверняка помните, как вы сами ходили в школу, на что похожи уроки религии в средней школе в Польше? Это скорее такие просветительские мероприятия, рассказы о истории и культуре этой религии? Или это скорее попытка рекрутировать новых членов? И тогда это похоже там уже может на закон Божий с молитвами. И есть ли какой-то раскол в польском обществе по поводу того, стоит ли преподавать религию в школе? Спасибо. Какой-то другой вопрос? Второй вопрос какой? Есть ли раскол дискуссии в польском обществе по поводу того, нужно ли вообще преподавать религию в школе? Да, я скажу одну тайну. Я сам выпускник католической ликеи и могу сказать откровенно, что уроки религии это просто потеря в ремень. Я ничего не вынесу из этих уроков. Если это был бы какой-то более философский подход, если бы изучали там вопрос христианства, потом бодзма, других исповедания, то было бы хорошо, а это как раз была попытка как бы какая-то рекрутация новых членов церкви и все. Никаких вопросов, лучше не задавать никаких вопросов, лучше, чтобы мы все молились и все, и все, и все. Но, конечно, русский идиот. Но сейчас, по-моему, пока нет большинства тех, кто против церкви в школах. Александр Радевич, прошу. Александр Радевич, Ижевск. Меня волнует такой вопрос, что в последнее время в передачах, в передачах, в газетах представлены две разные точки зрения у нас в России. На самом деле эти точки зрения что с одной стороны, что с другой стороны, они очень агрессивны. То есть у нас спор между теми, кто поддерживает русскую православную церковь и тех, кто не поддерживается, он очень агрессивен или ироничен. И на самом деле он еще и раскалывает наше очень сложное многоконфессиональное общество. Я бы хотел поинтересоваться у вас, что это могут с вашей точки зрения быть за силы или факторы, которые все-таки этот бы агрессивный разговор перевели в диалог и договоренности о неполяризации общества на белых, черных, своих, чужих. Спасибо. Ой, честно говоря, я не знаю, потому что вопрос веры это всегда вопрос внутренних эмоций. И для тех, кто для верующих это просто бывает, что нет компромиса с внутренними эмоциями. Но если я в это верю, как я могу вести диалог с другими. Но я думаю, в посы был такой феномен. Он назывался уже упомянул открытый католицизм. Это были люди, они как бы искали диалога с другими, с православными, например, с протестантами. Они искали диалога с неверующими. Это была попытка как бы с евреями. Это был очень важный период во время полского католицизма, чтобы как бы принялись с евреями. Это был феномен людей, искающих взаимопонимания с другими. Это называется синэ и рэдстудия. Без какой-то без гнева, просто чтобы смотреть на соперников, чтобы на них смотреть как на партнеров. И такой диалог был возможен. Сейчас говорится, что уже как бы песнь открытого католицизма уже спятая. В такой период, как сейчас, нет места для таких, нет места для меньшевиков, для таких, кто как бы в Сирии не дает. Есть только место для для самых fundamentalистов. И к зашеленю дискуссия в Польше так выглядит, что сейчас есть католические fundamentalисты, как мохеровые береты. И очень много есть атеистов, таких очень ярких провокатеров, или я бы не знаю, сказать. Например, очень известным стал человек играющий в каком-то рок-бэндии, который во время концерта унисторжил Библию, что-то заделал публично. Он стал к целибритам и сейчас его читают даже интеллектуалам. А что смешное, это показывает, какая наша страна немного schизофреническая. Потому что то, что самое СМИ, общественные СМИ, которые внуш дженную по закону наблюдать за всеми христианскими ценностями. СМИ приняли поскольку телевидение, первый канал, приняли его на работу в каком-то конкурсе, я не знаю, как в России тоже есть конкурсы, чтобы там пить песни во время, я не знаю. Как? Фабрика Звезд, у нас это называется «Мам talent», у меня есть talent, но все равно. И он там является юрором. И значит, например, в воскресенье утром там какой-то ксенц говорит, что надо делать, а вечером этот Нергал, самый известный атеист, я не знаю, сатанист или кто такое, он просто большая звезда. Но я не знаю, это pluralизм или сумасшествие, но по-моему, что-то другое. Алексей Негерев, последний вопрос сессии, прошу. Добрый вечер, Алексей Негерев, Астрахань. Я хочу поделиться своим впечатлением. Вот у меня сложилось мнение, если я не прав, вы меня поправьте, что в Польше есть три стороны как бы этого процесса. Есть общество, есть власть и есть церковь. Церковь, отстаивая свои интересы, естественно, она борется в какой-то мере и за власть. В России, я считаю, у нас другая ситуация. У нас есть общество и у нас есть власть. То есть церковь, верхушка церкви, я ее не отделяю от действующей, от федеральной власти. Я ее отождествляю с ней. Тот процесс, который произошел с Пусси Райд, это реакция власти, скажем, как-то экстраполированной на поле церковное, на поле духовное. И у меня ощущение, что это все часть одного процесса, который происходит в нашей стране. это часть процесса радикализации с одной и с другой стороны. Часть процесса, который происходит сейчас в обществе, недовольство, и часть процесса той рефлексии власти, которая, наверное, не может просто поменяться уже в этой ситуации. Спасибо. Спасибо. Мне не что добавить, но просто вы правили, мне кажется. Коллеги, я прошу вас сейчас воздержаться от вопросов по той причине, что работа еще не закончена сегодня. Мне кажется, очень интересно сессия и поводов для раздумия больше, чем достаточно. Я думаю, что у нас есть все основания признательность нашему эксперту высказать. Прошу. Коллеги, Лена просит пригласить господина Бжезецкого на один из семинаров Голицына здесь летом, что я с удовольствием и делаю. Спасибо большое. Коллеги, сейчас получасовой перерыв на чай и кофе. Потом Александр Юрьевич вас приглашает. Конечно же. можно несколько уточняющих. уточняющих, да? Спасибо.